Партнеры проекта Первый городской дачник, сеть магазинов Светофор, база стройпилматериалов Доска Почета и гипермаркет Мегаспорт на Ленина 134. Ну что моя дусенька, вот пол лета прошло. Всем привет! Это Первый городской дачник, самый цветущий и самый душевный проект нашего телеканала. И действительно, половина лета уже пролетела, но это значит, что вторая половина еще впереди. И на нашу долю выпадет еще немало теплых, жарких, солнечных денечков. Давайте будем наслаждаться каждым. Ну а сейчас мы начинаем! Ну а сейчас позвольте мне еще раз напомнить вам об условиях участия. Для того, чтобы стать первым городским дачником, берите скорее в руки свой мобильный телефон. Включайте режим записи и самое главное, переворачивайте телефон вот так, горизонтально. Потому что именно горизонтальные видео получаются самыми крутыми. Ну а потом снимайте все, что видите вокруг себя и отправляйте нам. Очень здорово, если в кадре будете и вы тоже. Мы уже ждем ваших видео и предлагаем познакомиться со следующим участником. Да, Дуся? Думаю, хорошая. Думаю, сладкая. Да? Мы с тобой встречались, волны, веселом, чайный сигарелон на море. Мы с тобой встречались, волны, веселом, чайный сигарелон на море. Мы с глазами закрывали и опять всплывали все ни околь, ни море, ни покрытое льдом. Мы делили радости и гориста в поры, как встретились с тобой. Ты как островок в открытом море, щедро мне подарен судьбой. Смотрите, кабачки заколосились. А у вас, может быть, уже арбузы цветут, а вы мне не рассказывайте. Скорее снимайте видеообзор и отправляйте. Я уже очень-очень жду. Хотя по правде сказать, наши дачники нас балуют. Отправляют не просто видео, а настоящие видеоклипы с музыкой, танцами и песнями. Давайте посмотрим на таких творческих и очень зажигательных ребят. Не по понятиям живу. Вчера исчезнуть обещали, а сегодня тут как-то вот так. Хвать! Хвать! Прощай, мой дорогой. Вы захватили мою глядку, а это разбой. В общем, welcome to my club. Кстати, я по гороскопу, африканский баубан. Хочешь знать, в чем магия? Расскажу краткой. Вместо палочки волшебной я колдую тяпкой. Прорастает, прорастает, что не посажу, все прорастает. Расцветает матушка природы, из каждого куста качает песня садовода. Прорастает, прорастает, что не посажу, все прорастает. Расцветает матушка природы, из каждого куста качает песня садовода. Ну что, прогуляемся по нашему участку. Как будто и не уезжали. так ну что здесь да выкладывали газон смотрите какой он стал кстати пушистый уже прям вырос можно будет его скоро даже уже красивый платошка раскидал свои игрушки эта площадка для здесь будет горка и качель так тут у нас пересадили некоторые растения так это маленькая туя это наш пруд тоже тут еще не до конца доделано проложили на брусчатку до туалета это у нас зона грядок здесь у нас еще будут кусты ягодные это наши грядки в общем еще не все до конца доделано еще это скажем работы немало только представьте молодой отварной картофель с укропом и маслицем или вот салат из свежих огурцов и помидоров само собой только с куста заурчало у меня тоже очень кстати наш дачный повар антон данченко он сейчас расскажет вам как разнообразить садово-огородный рацион само собой вкусно быстро и полезно как мы любим привет меня зовут антон данченко дачный сезон самом разгаре и мне кажется что каждый нагряд как рано или поздно нагуливает себе аппетит именно поэтому сегодня я хочу приготовить так скажем садовый дачный бургер для этого мне понадобится колбаса сыр майонез зелень помидоры и огурец ну и самый главный ингредиент это будут яйца я думаю что все готовы погнали хлеб сразу раскладываем на решетку далее нужно выбрать самые красивые и широкие кусочки хлеба и вырезать у них середину оставить только корочку ну и сразу отправляемся жарить наши вырезанные кусочки хлеба мы должны разбить по одному яичку пока дожаривается наша середина к сэндвичу я думаю что можно нарезать на чем пока мы нарезали наши внутренности для бургера хлеб уже зажарился и дошел до нужной нам кондиции у меня конечно будут сегодня не котлеты но и колбаса тоже сойдет вот на кондиции Такое вот кулинарное чудо у меня сегодня получилось, что самое важное, оно было приготовлено на открытом окне и буквально за 10 минут. Вам и мне приятного аппетита, меня зовут Антон Данченко, пока-пока. Позвольте напомнить вам, дорогие мои, что чем больше необычных и интересных видео вы нам отправите, тем больше шансов забрать главный приз этого месяца. Что снимать? Меня постоянно спрашивают, а я отвечаю, оглянитесь вокруг. Возможно, на вашем приусадебном участке есть вот такая красивая длинная дорожка. Устройте по ней модное дачное дефиле, позовите всех своих домашних и станьте знаменитым на весь город. Зеленый свет низким ценам. Совершайте выгодные покупки в магазинах Светофор. Выбирайте свой из 19 магазинов по Кировской области, а также заказывайте доставку продуктов в интернет-магазине во ВКонтакте. Светофор – место, где можно найти все. Приглашаются к сотрудничеству оптовики. Дачный сезон уже открыт, а это значит, что пора обновлять садовый инвентарь. В магазине Хост-Сити большой выбор товаров для сада и огорода. Хост-Сити Щорса 75В. Доска почета – это база пиломатериалов, на которой можно приобрести в любых количествах все от рейки до строганных изделий из дерева. А также крепежи, антисептики и другие сопутствующие материалы. Доска почета – телефон 457010. Велосипедов много. Лучшие в мегаспорте. Рассрочка. Всем привет! С вами вновь проект «Первый городской дачник». И наше плодово-ягодное товарищество выбирает лучшего садовода июля для того, чтобы подарить ему каркасный бассейн. Мы уже познакомились с несколькими участниками в первой половине выпуска и готовы устремиться дальше. А я напоминаю, что наш проект «Первый городской дачник» продлится до конца сентября. А это значит, что нам нужны новые герои. Это значит, что нам нужен именно ты. Поэтому верьте в себя и снимайте видеообзоры. Подмечайте самые необычные мелочи и отправляйте нам. О! Паровозик и стележек. О! Рубрика дачных лайфхаков. На любой даче есть алюмиевое ведро, в котором мы что-либо переносим. Чтобы рукам не было больно, возьмите кусок резинового шланга и разрежьте его вдоль. Получится удобная и практичная ручка. Рано или поздно шланг, который вы используете у себя на даче, будет грязным. А для того, чтобы он оставался всегда чистым, возьмите жесткую часть от губки для мытья посуды и положите внутрь шланга. После такой процедуры вода будет всегда чистой. У каждого уважающего себя дачника и садовода есть всегда много семян различных растений. Чтобы вам было удобно хранить ваши семена, используйте обычный фотоальбом. Земля, которую мы используем для растений, прошлый век. Новые технологии – это гидрогель, благодаря которому вы сможете придать новый вид вашей любимой рассаде, а также на вашей даче станет меньше грязи благодаря отсутствию земли. За два с половиной месяца существования нашего проекта мы поняли, что дачи, как и сами кировчане, абсолютно разные. У кого-то дача большая, а у кого-то маленькая. У кого-то на ней только шикарный газон, а у кого-то целая плантация картофеля и огурцов. Но все они потрясающие и уникальные. Давайте посмотрим, какова же будет следующая дача. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Красивая, сочная, сладкая. Даже маленькая Кристина помогает нам собирать ягодки. Не получается достать. Высоко ягодки растут, да, Кристина? Вот так старается Кристина собирать ягодки. Знаете, что я тут подумала? На самом деле наша программа не только развлекательно-показательная, но еще и развивающая. Мы уже рассказывали вам о том, как правильно нужно выбирать семена. А сегодня хотим вам рассказать о новых нанотехнологиях в садоводстве. Например, что такое робот-газонокосильщик или что такое умный сад. Задачей нужен постоянный уход, работа в огороде, стрижку газона и другие ваши обязанности могут взять на себя современные гаджеты. За температурой, освещенностью, влажностью почвы, содержанием в ней удобрений теперь могут следить датчики. Если какой-то параметр не в норме, последует сигнал. Такое устройство можно использовать как для растений в горшках, так и для огорода. Следить за датчиками нужно через приложение. Теперь для контроля за вашими растениями достаточно всего лишь иметь телефон. Что может стать хорошим оформлением вашего участка, но требует большой уход? Правильно, газон. Доверить его можно умной газонокосилке. Траву такое устройство подстригают ровно на всем участке. А большой склон для нее не проблема. Защита от дождя и сигнализация помогут газонокосилке справляться со всей работой без вашего участия. Спасти участок от грызунов, змей и других вредителей может специальная система. Устройство помещается в землю и уже там на низкой частоте выполняет свою работу. Адаптироваться у животных не получится, ведь система сама выбирает длительность звука и частоту. А если нет возможности постоянно ездить на дачу, стоит обратить внимание на компактный умный сад. С его помощью можно вырастить цветы, фрукты, овощи и ягоды. Их главный плюс – никакой грязи, ведь в основе лежит принцип гидропоники. Нужно лишь посеять семена и ждать. Встроенные датчики сами подают сигнал и оповещают вас о том, что растениям нужно ваше внимание. Теперь ваш сад будет всегда под присмотром. Расти, расти, моя хорошая, да побольше, я тебя потом в карету превращу. Ну или в бэху. Кстати, если вы думали, что на этом у нас все, то вы абсолютно не правы. Давайте будем знакомиться с нашими следующими участниками. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Здравствуйте! Хочу показать огород моей мамы, которая живет на улице Южной 7-1. Моя мама увлекается поделками из пробок. Вот сейчас пройдем и посмотрим. Это у нас гараж. Вся стена у гаража в таких вот цветочках из пробок. Также мама любит цветы. Тут у нее клумба из роз. Картина «Лебедь». Сейчас посмотрим другие. И корова. Такая вот лошадка у нас бежит. Гусеница ползет по забору. Большущие подсолнухи. Кот, у которого дом – моя крепость. Вот последняя картина этого лета. Курица с цыплятами. Пробки собирают всем поселкам и отдают маме. Потому что они знают про ее увлечения, которым она занимается. Также у нас есть прудик с лебедями. Матрешка из старых покрышек. Сегодня поставили детский бассейн. Чтобы внукам было где купаться. Мангал. Также малина. Теплицы. Цветочки. Цветочки у нас. И теплица с огурцами. Все. Всем спасибо. На этом у нас все. Но напоминаю, что вы тоже можете стать участниками нашего проекта. Для этого снимайте видеоэкскурсии по своей даче и отправляйте нам в группу ВКонтакте. Новости Кирова. Первый городской канал. С вами была Оля Бакина. Увидимся во вторник в 2020 на Первом городском канале. Редактор субтитров А.Семкин